Есть в корейской компании Нонку Био и цветные капусты. Очень и очень интересные. Есть капуста Элька. Это все-таки относится к ранней капусте, которую можно выращивать под агроволокном. Эту капусту я выращивал у себя на участке. Здесь фотографии это будут все мои. Я выращивал ее под агроволокном. В принципе она относится к ранней. Не супер. Супер ранней был для меня самая ранняя была Матин. Ту, которую мы завозили в дезьер компании. Сейчас его нет. Сняли. Есть аналог у Клоза. Но эта капуста отстает буквально всего лишь дней на пять. Может так же самая, как Алина. Но опять вес головы, идеальный белый цвет. В принципе ту капусту. Да, у нее есть период для этой супер ранней. Потом идет следующая наша капуста, которая уже по своим товарному виду намного превосходит те супер ранние капусты. Вес головки кило двести полтора. Очень мощное растение. Очень. И очень дружная отдача. Что немаловажно. Я убрал эту капусту буквально за три-четыре выборки и вся она, то есть практически было стопроцентное созревание. Хорошая дружная отдача. Мощный. Вот вы видите мощный лист. Относительно самозакрываемости. Ранние капусты они не могут быть супер самозакрывными. То есть это капусты, которые хорошо закрываются уже с периодом созревания медитации 70 и более. В этой капусты 60-65 лет. Но благодаря тому, что она имеет очень мощное растение. Лист это где-то по поясу выше. Прямо стоячий лист и головка находится где-то сантиметров 15-20 от поверхности почвы. То есть она как бы не поднимает, но сидит довольно таки низко. И листья благодаря этому ее затеняют. То есть ее можно ходить, заламывать. Можно даже если густота будет оптимальная. Можно даже и не ломать. То есть она как бы можно даже назвать ее самозакрывной. Относительно густоты. Густота это 35 тысяч на гектар. Расстояние, что немаловажно между растениями должно быть не более, не менее 40 сантиметров. То есть 35 мало для нее, потому что это все-таки мощное. Вот вы видите, само растение довольно-таки высокое, с хорошим листом, который широкий лист. Ну и опять же, с чем мне нравится здесь именно корейская компания. Да, есть хороший продукт, качественный, есть все. Мне нравится цена. То есть если капуста цветная, это начиная тысяча гривен и выше, то эта капуста в розницу она стоит там максимум 650 гривен за две с половиной тысячи. Хорошая цена, хороший сам продукт. Ну, в принципе, я думаю, достойный конкурент другим капустам именно цветным. Вот вес вы видите ее 1,3 кг. Это средняя, то есть это не выбиралось. Это средняя капуста, которая уже и шла в продажу. Вот вы видите, видно участок, здесь более мощный лист, а вот мотин, следующий, если там присмотреться, видно чуть-чуть ниже, меньше лист. Вот это и была капуста мотин. Но для севооборота, так, не для севооборота, для конвейера, я правильно сказал, очень она хорошо подходит, потому что большую площадь капусты очень тяжело вывести. То есть на нее есть определенный какой-то спрос небольшой ограниченный и определенное количество товара, которое можно продать за день. Вот, поэтому имея в конвейере капусту Илька, отличный выбор и решение для профессионалов. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.